Продолжение следует... Буду более краток, чтобы из одного института суммарно мы смогли бы как-то по времени выкарабкаться. И даже надеюсь, что отвечу на некоторые вопросы Константина Владимировича в связи с пониманием того, как яды действуют, на каком уровне и насколько им нужно глубоко проникать в организм. Это очень интересная вещь, действие яда. Но в данном случае как раз мы будем говорить о боли, потому что боль это и есть очень интересное чувство, которое непосредственно связано с информацией о повреждении. Это вот здесь, как у нас тут. Вот вы знаете, я привожу здесь пример, даже на уровне инфузории имеется определенная сигнальная система, информация, которую получает инфузория, чтобы как-то отреагировать на повреждения, которое может вызвано быть, скажем, повышенным количеством соли или какое-то механическое воздействие и так далее. И вот даже сувойки, которые колониальные, они все равно сокращают свой стебелек, когда встречается непосредственный контакт с каким-нибудь повреждающим агентом. И вы знаете, мы же все вроде знаем, что у инфузории нет специально развитой, такой хорошо развитой нервной системы, которая есть у высших животных. Но при этом фактически просто по ее поведению понятно, что там должен обязательно быть какой-то рецептор, предположим, концентрации соли. Затем далее пойдет какая-то промежуточная цепочка, будут активироваться сократительные элементы, реснички, причем специальным образом, чтобы именно выбрать путь избегания и уйти от этой зоны. Ну а что касается человека, ясное дело, что чем усложняется организм, соответственно, тем больше и эволюционирует та система, которая предупреждает эти повреждения. И вот это мы и называем, так сказать, субъективно называем болью. Только вот такой вопрос, одинаковую ли боль чувствуют люди, кошки, змеи, рыбы, как все это происходит, как понять? Ведь вербально человек может как-то доложить о боли. Вот существует такая болевая шкала, где, соответственно, можно по десятибальной системе оценить эту боль, и вы опрашиваете пациента, а он как-то, значит, определяет, насколько сильно у него что-то болит. И это является очень субъективным, потому что иногда бывает повреждение сильное, но человек докладывает об умеренной боли. Или наоборот, повреждение может быть слабое, а он будет кричать, орать от боли. Поэтому вот есть такое понятие, которое, кстати, вел Шерингтон относительно ноцисепции. То, что вот ноцисепция – это конкретный, объективно существующий физиологический механизм передачи боли, а боль – это субъективное переживание. Вот эти страдания и все такое, они могут не быть в пропорции с этим. Значит, боль и ноцисепция, они могут быть непропорциональны. И вот здесь я показываю, что вот регистрируется активность мозга у человека, и одновременно проводится вербальная оценка боли, то есть уже в последнее время как-то стараются понять все-таки, как можно связать объективную ноцисептивную импульсацию, связанную с повреждением, и субъективное чувство боли, то, как воспринимает конкретный субъект. Вот, что касается наших мышек, то мы, конечно же, с мышками не можем войти в вербальный контакт, и, соответственно, поэтому мы вынуждены оценивать, вот как она чувствует боль, ну, по-разному, можно и электрофизиологически просто регистрировать там прохождение импульса через соответствующие там боль воспринимающие афференты, а вот есть еще вот такая оценка, метод оценки, как, скажем, ну, регистрация ноцисептивного поведения. Методов очень много, конечно, но вот мы выбрали конкретный вот один метод, который называется, значит, байтин-ликин, это когда мышка обычно, значит, обращается к своей болезненной ноге, но поскольку мы вызывали боль различными тоже токсинами и ядами, поэтому я хочу очень коротко остановиться на том, как действуют, значит, токсины на... как они, какую боль они вызывают. Дело в том, что очень интересно, но есть некоторые токсины, которые выживают сильнейшую боль, а есть токсины, которые, наоборот, снимают боль. И вот я здесь привожу пример тех ядов, которые, наоборот, блокируют. Вот, к примеру, черная мамба, у нее, значит, есть токсин, который действует на вот так называемый acid-sensing ion channels, да, то есть вот протон-чувствительные каналы, которые считаются, что сегодня считаются, что это каналы, которые очень важны в восприятии боли. И если блокировать такие каналы, то можно снять боль, скажем, очень даже сильную, ведь дело в том, что существуют самые разные типы боли, и хроническая, и связанная, и, может быть, какая-нибудь нейропатическая, даже фантомные боли. Есть очень много разновидностей боли, с которой медики хотят бороться, но для этого академики им должны дать соответствующие как механизмы, так и инструменты обеспечить. Вот, яд скорпиона, посмотрите, вот, очень близкие по структуре, значит, два токсина, один из которых назван мамалотоксином, а другой, значит, инсектотоксином. Почему? Потому что они избирательно действуют. И очень интересно, в одном и том же яде существуют различные компоненты токсины, которые несут совершенно разную информационную нагрузку. Обратите внимание, вот скорпион, он, когда он ловит таракана и подводит свой тельсон и вводит между, там, головогрудью, предположим, свой яд из тельсона, это работает там компонент инсектотоксин, который парализует данного таракана или там сверчка. В случае, если, значит, выделяется яд, капелька, где содержатся некоторые ароматические вещества, это может привлечь самку или, наоборот, самка может привлечь самца. В случае, когда совершает нападение на скорпиона большой охотник, который хочет его съесть, то укус вызывает у такого животного охотника сильнейшую боль. И в результате этой боли этот скорпион выплевывается и таким образом спасается. Причем в отношении мышей очень интересно. Есть места, где мыши для скорпионов являются жертвами, и тогда более проявляется паралитическое действие. А есть места, где, скажем, мыши сами являются охотниками, тогда нужно отпугнуть, и здесь работает болевой механизм. Недавно были проведены очень интересные эксперименты, как, значит, скорпиона посадили в соответствующий сосуд и начали его пугать мышкой-охотником. И через некоторое время оказалось, что в яде этого скорпиона количество мамало токсина, для того, чтобы вызвать болевой момент, значит, его количество увеличилось. То есть при жизни одного и того же скорпиона меняется состав яда. Это происходит несколько и, так сказать, на эпигенетическом уровне. И одновременно известно, что любой токсин в составе яда, он определяется несколькими экзонами, и те экзоны, которые активируются, соответственно, та из-за форма данного, значит, токсина, может выделяться в большем или меньшем количестве. Например, 3-4 фосфолипазы, действующие по-разному в яде змей. И в зависимости от того, как меняется диета данного животного, то есть данной змеи, ест она птичек или мышей, начинает меняться состав яда. Я, значит, уже быстро перейду к конкретным нашим экспериментам по боли. Мы исследовали, вот смотрели нацитептивное поведение мышей, как я уже сказал, значит, вербального отчета у нас не было. Смотрели, очень интересный класс веществ, всем, да, хорошо известные эндоканабиноиды. Это, значит, синтетические эндоканабиноиды, в том числе и один из них был анандомид, который является одним из основных эндоканабиноидов, который был обнаружен сразу после того, как обнаружили вот в канапле этот дельта-дигидроканабинол. Вот эти вещества были любезно представлены нам, значит, Безугловым Владимиром Веленовичем из Института биоорганической химии. И мы провели очень интересные, на мой взгляд, эксперименты. Значит, эксперименты были такие. Вот то, что я вам пока говорил относительно лизания и покусывания задней лапы. Почему задней лапы? Потому что передняя лапа, она очень часто облизывается и во время грумингового поведения, и чтобы, так сказать, однозначно покусывание или лизание лапы было бы связано с болевым поведением, поэтому используется в экспериментах обычно учет повреждений задней лапки. В заднюю лапку вводились те вещества, которые могли вызвать боль, то есть разные токсины, а, соответственно, за 15 минут до этого внутрь брюшина вводился кандидат на обезболивающий эффект. Ну вот здесь вы видите, вот там вот сверху идет МЛО, это макровиперолебетиноптуза, то есть наша кавказская гюрза, она очень крупная гадюка, поэтому называется макровиперой, потом идет вот бутус эфпеус, это пестрый скорпион, тоже очень характерный для Армении, аписмелефера, это пчелка, монтивипера раде, это очень уникальная змея, это армянская гадюка, которая у нас занятина в Красную книгу, но иногда через сотрудников зоопарка можно получить определенное количество данного яда. И далее знаменитая вот виперарусели или гадюка Рассела, которая в юго-восточной части, там Китай, Индия и так далее, она по биотопу заменяет вот гюрзу, которая на самом деле распространяется от стран Магриба и кончая, так сказать, Средней Азией, но соответственно в Северной Африке это трансмедитеранея макро-виперлебетина, у нас она называется макро-виперлебетина оптуза или гюрза, а гюрза, гюрз, это по-персидски и по-армянски, это, знаете, вот есть такое рыцарское оружие Моргенштерн, да, вот Моргенстар, это булаваз с шипами, вот гюрза вот это означает, и поэтому она называется гюрзой. Обратите внимание, значит, каждые 5 минут регистрируется количество обращения мыши к собственной вот этой очень сильно болящей ножке, да, и вот, значит, 16 раз только за первые 5 минут, а во время скорпиона 36 раз это животное, то есть это, конечно, средние данные по 6 или 8 там животным, ну вот так вот. Вот, и внизу вот как в качестве контроля действие формалина, который вот тоже вот своими протончиками действует. Дальше очень быстро, если мы пойдем, так мы взяли яд гюрзы и хотели понять, а какой компонент этого яда действует вот именно с точки зрения боли, да, мы выключили, вот здесь вторая строка, ингибированная фосфолипаза. Бромфеноцилбромид, значит, связывается с активным сайтом фосфолипазы, но фосфолипаза там есть, просто мы выключили только энзиматическую активность, как леганда она, конечно, могла действовать. И, а здесь вот ниже строкой, там, где выключены применением этилендиаминдетраацетата металлопротеиназы и сериновые протеазы, оказалось, что фосфолипаза играет колоссальную роль в качестве основного альгетика яда гюрзы, поэтому и здесь вот у нас процент эгибирования при выключении фосфолипазы очень высокий, и остальные не дали нам достоверного изменения по болевому поведению. Ну, это то же самое в графике, чтобы было приблизительно понятно, как развивается процесс, насколько больно вначале, а потом боль понемножку начинает утихать. Анандомид довольно четко, значит, спускает, вот это ослабляет ноцисептивное поведение, то есть боль ослабляется, но интересно, что в кластере этих эндоканабиноидов не самый, так сказать, мощный анальгетик анандомид, но самый мощный эффект по ингибированию это у так называемого арванила или араходоноил ванилина. Ну, есть еще, например, и ол, это ванил, то есть это самое, олеонил ванилин, вот это синтетические канабиноиды, которые прекрасно будут себя в ближайшем будущем вести в качестве антиноцисептивных веществ. Здесь мы смотрели такие классические анальгетики, антипиретики, как дексаметазон, диклофенак и аналгин, но помня, что яд, в начале доклада я говорил о мамбе, да, помня, что вот яды кобр имеют антиноцисептивное, антиболевое действие, мы попробовали против боли, вызванной ядом гюрзы, яд кобры, и оказалось, что из всех испробованных веществ лучше всего снимает боль от яда гюрзы яд кобры, то есть яд кобры имеется в виду конкретно ная-ная оксиана, то есть вот та наша с вами знаменитая среднеазиатская кобра. И поскольку это был очень интересный эффект, один яд против другого, мы попробовали еще и яд королевской кобры офеофагус хана. У офеофагус хана снимает меньше, посмотрите, здесь от 58 спускается до 15, хана 28, хану мы сделали позднее, поэтому в таблице нет. Сейчас вот у нас еще есть негритинкта, вот такая прющая кобра, она на очереди, мы будем смотреть. Но самое изюминга данного исследования в том, что когда мы смотрели все это противоболевое хозяйство, мы же смотрели постоянно на мышах. А кто сказал, что противоболевой дизайн предназначен для мышей? Ведь офеофагус хана, это змеи яд, то есть королевская кобра ест только змей, и следовательно, может быть, на мышах нет такого болевого эффекта, но у нас же нет такого количества этих самых змей, чтобы на змеях пробовать антиноцептивно, так что это, так сказать, радужная и желательная, но перспектива... Я не очень? Да, нормально. Вот, теперь посмотрите, когда мы увидели, что бутус эфпеус, то есть скорпион, вызывает более сильную боль, мы задумывались о том, а почему вот от гюрзы боль и от скорпиона непонятно, вот как она отличается, и получилась интересная вещь, мы смотрим первые три минуты, и оказывается, что боль от яда скорпиона именно развивается в первые три минуты, и это становится логически очень ясным, по той простой причине, что скорпиону надо вам по возможности быстрее причинить боль, иначе вы его просто съедите, а потом уже ему неинтересно, вам больно или нет, то есть, чтобы защититься, ему нужно максимально быстро в вас вызвать боль, в то время как у змей, вот смотрите, вот все малыши, мелкие существа, а чемпионом по причинению боли является так называемый балетант или буллетант, значит, это самое, муравей-пуля, который вызывает нестерпимую боль, все эти малыши вызывают у более крупных животных боль с целью избежать повреждения, их выкидывают, выбрасывают, их не съедают, в то время как более крупные создания, которые особенно не боятся там человека и тому подобное, они фактически, здесь у нас как бы боль является следствием разрушения ткани, вот фосфолипаза попала в организм, она вызвала разрушение липидных мембран, соответственно, этот, как там лецитин, который разрушается, да, фосфатидилхолин, он выдает арахидоновую кислоту, она становится, так сказать, сырьем для циклооксигеназы, оттуда пошел синтез простагландинов, и вот эти простагландины уже начали вызывать боль и тому подобное, то есть фактически боль будет вторичной, и, ну, здесь основные вот эти все выводы, это, собственно, конкретно от нашего исследования, но самое интересное, что, что если мы изучаем кандидатов на то, чтобы не снять боль, это не всегда нужно изучать те вещества, которые на самом деле снимают боль. Надо еще изучать именно вот те вещества, которые причиняют сильнейшую боль, потому что через изучение веществ, причиняющих сильнейшую боль, мы выходим на те рецепторы, через которые вызывается боль, а зная, какой рецептор работает там, мы фактически можем уже делать дизайн тех молекул, которые будут, скажем, ингибировать работу этих рецепторов, как-то связываться и снимать боль. И в конце-то концов еще один очень интересный вывод для нас из этой работы, что если мы смотрим на мышах, это еще ничего не означает, как это вещество будет себя вести на человеке, на козе и так далее, там подобное, ведь известно, что токсичность, скажем, того же Каракурта гораздо выше для, скажем, там, лошадей и меньше для человека. Вот приблизительно та идея, которую я хотел довести с точки зрения боли и проведения. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Армен Багинакович. Вообще, надо сказать, что из двух последних докладов может возникнуть ощущение, что Армения довольно небезопасное место. Это не так совершенно. Коллеги, у нас есть время на нескольких вопросов. Прошу вас. Сейчас я вот Сергей Арестович, он первый вроде понял. Динофлегилиат или змея производит яд. Он опасен и наносит вред другим организмам. Самой же динофлегилиат и змея никакого вреда не наносится. На каком уровне, причем и там, и там есть ионные каналы, на которые они действуют. В чем тут дело? Эпигенетика? Есть какие-то объяснения? Да, да, важный вопрос, очень интересный вопрос. Вы знаете, во-первых, даже когда яд еще не вышел из железы, он обычно бывает связан со своим ингибитором или бывает вместе с ингибитором в таком очень концентрированном состоянии. Очень часто даже яд работает, вы знаете, вот есть такие бомбы бинарные, когда вот два совершенно нетоксичных компонента могут сливаться во время взрыва и превратиться в какой-то ядовитый газ. Вот у пчелы, например, имеется две дольки. В одной значит, растворитель, а в другой концентрат этого яда. или это яд в каком-то, ну, как вот фибриноген, это не фибрин, который, да, может там, это самое, сворачиваться, а прото или протромбин. То есть, они вот находятся в таком неактивном состоянии. Это с одной стороны. С другой стороны, конкретный пример, который отвечает на ваш вопрос. Значит, вот кобротоксин, он приходит, садится, как шляпка гриба на постсинаптической мембране, значит, на ацетилхолиновый канал, да, то есть, тот, который открывается от ацетилхолина и не дает ацетилхолину пристроиться для того, чтобы открыть канал. У самой кобры этот постсинаптический канал имеет сахарный хвостик, который мешает, чтобы этот кобротоксин на него сел. То есть, это бесконечная разнообразие, оно обязательно с учетом этого обстоятельства происходит. Спасибо. Константин Вадимович, поднимал руку. Спасибо большое. Я все-таки пытаюсь получить для себя ответ. А антинацептивный эффект в каких биологических ситуациях был отобран эволюцией для токсинов? И не является ли эти виды молекул более медленно действующими, чем нацептивные, то есть, модулирующими? Потому что антинацепция не требует такого быстрого эффекта. Что можно сказать по этому поводу? Вы когда говорили о эффектах для скорпиона на тараканов, млекопитающих и так далее? Вы перечислили все, но кроме антинацептивного. А антинацептивные когда действуют? С удовольствием отвечу. Как раз я понял, здесь у нас два вопроса. Какой смысл в том, чтобы антинацептивный? Вы знаете, очень хорошо понятный смысл. Если змея хочет заглотить мышку, желательно, чтобы эта мышка не чувствовала бы боли, с тем, чтобы она не сопротивлялась, не дрыгалась, не царапалась и не кусалась, потому что это животное, змея животное очень нежное, я должен вам сказать, особенно вот, но у кобры и у гюрзы немножко разное понятие, что нужно делать. Вот у кобры, например, антинацептивное действие именно вот связано с тем, что желательно, чтобы это животное, которое укушено, чтобы оно сильно бы не дергалось. Почему? А паралитического недостаточно? Как? А паралитического недостаточно? Нет, паралитическое чуть позднее развивается. Или, скажем, неплохо иметь два механизма, и паралитическое, и противоболевое. Но вот посмотрите, кобра имеет антинацептивное действие, а гюрза нет. А вы знаете, как интересно, если сравнить механику и технику укуса? Когда кусает гюрза, она, у нее, во-первых, складные зубы, очень так, перочинного ножичка, очень тонкие, нежные зубы, гюрза их бережет ужасно, поэтому она фиксируется нижней челюстью, затем кусает, быстро открывает рот и отводит. Она избегает вот этого трепета жертвы, а кобра впивается в жертву, как собака. Кобре важно, она, причем она многократно кусает. Кобра удерживает, и в результате ей нужно, чтобы это обездвижение и антиболевое действие было бы в наличии. А гюрзе не нужно антиболевое действие, укусила, удрала, хочешь боль, хочешь не боль, дергайся себе на здоровье. Вы понимаете, вот очень увлекательно. Все, все. И второй вопрос относительно глубины, да, настолько глубоко идет. Если нам нужно причинить боль, это нам нужно причинить боль сразу же. ведь если будет проникновение до нейромышечного синапса, это же дольше. А здесь, и теперь посмотрите, тот же ингибитор, если нужно, чтобы животное не трепыхалось, на то же вот асик каналах, да, вот acid sensing канал, одно животное блокирует этот канал для того, чтобы не было боли, а вот малыши эти, которые типа муравьи и все такое, они наоборот тот же канал активируют и вызывают сильнейший импорт. Спасибо. Спасибо. Ну давайте хорошо.